Так, ребят, ну что, мы сейчас уже, в принципе, собраны, Дан сейчас ушёл в сон, ну, час назад, практически, а, не, не час, может, чуть меньше, минут 40 уже ушёл в сон, спит, и потом, когда приснётся, как раз покушает, и мы будем ехать в поликлинику на осмотр, ну, плановый осмотр у нашего педиатра. Сегодня очень такая дождливая и неприятная погода, прям вообще отвратительная, я с такой погодой не дружу, я планировала сегодня, что покормлю Дана, отдам его Андрею, а сама уеду покатаюсь, немножко, она помёт, а сама уеду кататься, и это, и развеюся. Но нет, погода решила иначе, что я сегодня буду сидеть дома, а Дан просыпается. Как у вас настроение, ребята? У нас отлично. Вы танцуете? Ты танцуешь с папой? С папой танцевал? Ты с папой танцевал? Ой, ты стё, ты стё, папа. В общем, весим мы 5,950, да? Вот такой бутузик у нас сладенький. И у нас рост 61 сантиметр уже, да? Сказали, что мы молодцы. А вот это вот клубника. Видите, какая красивая клубника пошла у нас? Очень красивая, но она была очень вкусная, да? Ту, которую мы на видео пробовали. Да, в общем, так что вот такие вот у нас дела. Но, блин, у нас ещё такого никогда не было. Короче, мы пришли, Дану очень нравится наша педиатра. Он всегда ей улыбается, её рассматривает. Пока она слушала ему, ну, лёгкие, по всей видимости, сердечко, он брал её руки вот так жмакал. Поэтому она ему нравится. Но тут приходит медсестра, чтобы взять Дана. Ну, измерить вот это всё, объём груди, объём головочки нашей, на весы его положить. А она пришла с холодными руками. Короче, взяла она Дана на руки, чтобы его перенести на весы. Он как разрыдался, это вообще. Андрюша сидел за дверью, что там? Вообще, такие слёзы были. Ты слышал? Да. Ну, Андрея говорит, что там все слышали, потому что он очень громко плакал. И он прям оттуда, мы в кабинете уже стоим, как бы, медсестра взяла его на руки. Нести же надо измерить его. Она ему взяла на руки, говорит, а ну пошли к окну, типа, посмотрим цветочки. Он не успокаивается, только сильнее плачет. В общем, кое-как она положила его, измерила. Я бегом взяла его. Ну, она мне его отдала сразу в руки. Она говорит, мама, успокаивайте. Я взяла Дана в руки. Короче, он ничего не успокаивается, только сильнее критит. Мы выходим с Даном, короче, уже с поликлини... А, я его собираю, он плачет. Мы вышли из поликлиники в машину сели, потому что я просила, чтобы наши родители... Ну, мои родители нас свозили в поликлинику, так как дождь. Я с Даном выхожу, сажусь в машину, начинаю ему давать бутылочку. Он плачет. Мы приехали домой, и дома он еще плакал. Я его чуть-чуть покормила. Мне удалось во время слез этих немножко его подкормить. Улюляла, и он уснул. И вот проспал где-то два с половиной часа, да? Ну, он очень долго поспал. Он молодец, выспался, сейчас проснулся, уже в хорошем настроении. Слава Богу, тьфу-тьфу-тьфу, пусть таки будет, чтобы он был в хорошем настроении. А мы будем обедать. Я сейчас после того, как пообедаю, пойду к родителям, а Андрей тоже поедет по делишкам, да? Так что вот такие вот у нас планы. Всем приятного аппетита! В общем, ребята, у нас такое произошло, как бы Андрюша поехал по делам, и он теперь будет ездить по делам, то есть немножко работать, нашими делами заниматься. Он посидел со мной, декретил, а теперь снова приступит к работе, которую мы, ну, в принципе, занимаемся. И, как бы, я теперь учусь сама будь с Даном, учусь сама его купать, потому что он задерживается, а у нас по фарфику уже купание начинается. Поэтому, как бы, что-то новенькое, я сама ванну приготовила. Кир, пойди покажи, как у меня получилось вылить от вас. Андрюша, ты увидишь. Я не понимаю, как Андрюша так аккуратно выливает? А то ездит тут полно травы. Вы не представляете. Я ребятам показала. Ага. В общем, как бы, у меня пока с отварами плохо все получается. В общем, мы будем снимать подгузник, отправляться в ванночку. И я не попала никогда сама, Дана. Поэтому будет... Кира мне в помощь, я ее вызвала к себе. Потому что я понимаю, что сама... Я повернусь сейчас. Вот и я. Я буду помогать Ире. Она будет следить за данным, как он сползает, поднимать его. И я буду с ним играть. Будем закидывать игрушки. У него столько корабликов. Плюс еще бабушка его подарила уточек. И еще другая бабушка подарила этих... Как там его? Пирамидку. Да, пирамидку. Вот сюда не поворачивает, у нас тут какашечная история. Да. Опять вывозили, что коричневенькое. Да, у нас какашечная история случилась. Три дня не какали, на третий день покакали. Так сказать. Ребят, я не буду показывать, потому что они уже сняли памперс. И скоро включимся уже со... Может быть, со снутым данным, а может, проснутым данным. Ребята, я тут уже сварил супчик. Вот такой вкусненький. Пришел, приготовил супчик. Дал ему свою титьку. Вот он ее наелся. Я его уже переложил спать. Правда, я перелаживал? Да. И покупал давно уже. Да, я тоже и покупал. Вот. И я, короче, уже дома. И будем уже сейчас. Придется мне жену свою накормить. Она мне целый день голодная сидит. Ждет меня, пока я приду и приготовлюсь. Ничего без меня не может сделать. Вот. Правило, я, короче, уже купаться в ванну. А то завонялась. Прикиньте, я пришел, а она уже завонялась. И смердеть. Вот. И будем уже сейчас кушать, просто вот как она покупается. Да, а то у меня аж аппетит пропал после того, как она подошла ко мне. Главное, лезет целоваться. Ну, вы понимаете, да? Смотри, позапускала мух сюда. Ты посмотри. Это ж надо. Я, главное, сетку поставил. А она все берет и запускает. Вечно свои тапочки разбрасывает, где попало. И, короче, сетка открыта. Получается. Ведь они через них залетают. Прикиньте. Вот. Поэтому такие вот дела. Хотел с вами прощаться, но мы еще не будем прощаться. Мы еще с вами увидимся за обеденным столом. Ужеденным. За ужином. Вот. Такие дела. Так, ну что, ребят, мы уже будем ложиться спать. Но мы еще не будем ложиться спать. Мы кипятим снова суп, потому что выкипела вся вода. Потому что Андрюша все время сырая, картошка это просто она не сырая. И сам Андрюша, ну просто. Короче, весь суп меня перепортил. Я сделала нормальный суп жидкий. Он взял мне полностью, выкипятил вот столько вот воды с супа. Просто потому что он ест какую-то картошку, и она ему кажется сырой. Какой сорт купил, такая картошка. В общем, я из-за этого очень сильно разозлилась. Потому что я готовила нормальный суп, его нужно было выключить. И он пришел, мне говорит, картошка, наверное, сырая. Я говорю, нормальная картошка, поэтому я добавила туда макароны. В общем-то, макароны уже вот такие. Короче, весь суп получился новый. Что попало? Я очень счастлива. Отлично. В общем, буду сейчас монтировать влог, чтобы уже, как бы, можно начать монтировать. Скидывать видео, поэтому хочу закончить. Окей, так сказать. Потому что мы только покушаем, и уже больше ничего не будем делать. Ну, я пойду кровать, Андрей еще пойду тоже принимать. Поэтому хочу сейчас смонтировать. И все. И будем спать. По-моему, на этом я нормально, все было хорошо. Он потом очень расплакался, конечно, потому что он не любит, когда его мазюкают, вот это все, вот эти процедуры происходят. Ну, и ничего, он расплакался. Мы с ним пообщались, потемались, полюлялись. И он успокоился и уснул. Уснул очень сладко. Сейчас там спит сладенько. Я, кстати, уже одела ему новый бодик. Уже новый размыт, потому что те ему давят. Вот они, ну, они уже маловато на него, вот эти будут как раз. Они, конечно, большевато на него. Но те давят ему, поэтому хочу, чтобы ему ничего не давило, чтобы ему комфортно было. Еще мне нужно заказать ему штаны, кофточки, поэтому я еще этим займусь и закажу. В общем, все, ребят, всем спасибо за просмотр. Ничего не нажимай, отвали. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И мы вас любим очень-очень всем. Спокойной ночи.